В середине августа все дороги Латвии ведут в Латгалию. В Аглону, где 14 и 15 августа в Аглонской церкви проходит крупнейший католический праздник – День Вознесения Святой Девы Марии на небеса. Каждый год на этом празднике собираются тысячи верующих, которые добираются до этого места пешком. В Аглону за благословением отправляются не только католики, но и верующие других конфессий. У каждого своя мотивация, для кого-то это связано с особыми молитвами, для других это желание почувствовать близость Бога в своей жизни, а для третьих – совместное выживание и переживание с другими христианами. Венсполским паломникам придется пройти почти через всю Латвию. Этот поход, паломничество, оно очень осознает человек в этом пути все свои ошибки, ошибки других. И, конечно, молитва к хорошему все ведет. Какое расстояние придется пройти, вы знаете? Знаю, 470 километров. Как долго будете идти? Где-то три недели. Я с удовольствием иду, с удовольствием готовлюсь, ведь это духовное возрождение. А где же вы ночуете? Люди охотно принимают паломников на постой, потому что они приносят в дом святость. Немногим более 10 человек из Венсполса отправились с молитвами в путь. Четвертый год за собой ведет христиан отец Мартин. По пути к Венсполской группе присоединяются салдукские и кулдыкские паломники. Самая большая группа насчитывала 67 человек. Инта в Аглону отправилась впервые. С собой она захватила немного вещей, среди которых есть гитара. У меня с собой палатка, спальный мешок, одежда, лекарства, гигиенические принадлежности. В этот раз и гитара с собой. Мне очень давно хотелось пойти, но только в этом году все удачно сложилось, и я могу идти. Пешее путешествие паломников продуманное. Есть организованные по пути лагеря и полевые кухни. На второй-третий день сам наибольшее чувствуешь физическую усталость. Но эта физическая усталость, она не сильнее того, что вместе с этим есть еще наша духовная часть. Она очень важна, потому что если рассчитывать только на эту физическую силу, то мало кто может дойдет. Мне раньше было очень трудно. Ноги болели, и я уставал. Но мама не разрешала ехать на автобусе. Не бывает тяжело. Не бывает. Никогда тяжело не бывает. Может быть, где иногда устаешь физически, но морально и духовно никогда тяжело не бывает. В прошлом году у нас была полевая кухня. Очень хорошо было готовить на полевой кухне. А так на гальзовой маленькой плитке, ну где-то в садике, где-то в школе дают нам кухню, где-то там в каком-то центре. Тогда мы ночуем где-нибудь в спортивном зале, где-нибудь на полу, конечно, или в палатке, когда нету ничего. Первые паломники из Венского Саваглона отправились шесть лет назад. Интерес к этому событию удалось привлечь отцу Мартину. Душа у человека меняется, и сам человек меняется. Мне шестьдесят шесть лет. Мне нелегко, но и Богу было трудно. Помолишься, голову поднимешь, и силы приходят. Погодные условия разные. И дождь, и жара. Очень тяжело. Все молились. Все молились не только сами за себя, а молились за всех. Те, которые шли, вот, то многие поуехали. Вот, целая группа с нами были, уехали. И много таких, которые поуехали. Нету здесь их больше. А новые люди как-то боятся, не присоединяются. И комфортабельно, может быть, даже. Да, да, вот, боятся трудностей. Как это так спать, как это без воды, как это не помыться там что-то такое, не принять душ или что-то такое. Вот, многих так слышу. А те, которые с нами первый год шли, очень многие поуехали. Очень многих нет. В этом году в католическом храме Венсполса удалось провести серьезные ремонтные работы. В последние годы в это здание средства не вкладывались. Хотя некоторые предметы являются культурно-историческими ценностями в масштабах страны. Финансировать содержание здания приходится католической общине собственными силами. У нас же костел совсем неотапливаемый. А сейчас вот наш отец Мартин сделает отапливаемый пол, теплый будет у нас. Так что будем уже шикарно тогда молиться. Не так, что холодно всегда было зимой. В этот год удалось обновить один из алтаров, который там в церкви. Но тоже этот ремонт связан с тем, что происходит вокруг нас, когда делают дорогу на католу ела. И надо менять эти заборы, и тоже по юру съела. Венсполская католическая община отличается своей интернациональностью. В нее входят и русские, и поляки, и цыгане, и латыши. Татьяна Саксаганская, Гондопорница, Инджодзинч, Курзамское телевидение.